У Ольги Поповой жизнь как в детективном сериале. Расследование громких уголовных дел, должность начальника следственного отдела, две звезды на погонах. И, конечно, были поклонники, но успешная леди оставалась равнодушной к ухаживаниям, была поглощена любимой работой. Когда в отделе появился новый сотрудник Владислав Попов, Ольга даже не обратила внимания на статного однофамильца. Я его вообще не замечала. Я знала, что есть такой Влад Попов, ничего у нас не было общего, у нас не было с ним ни дружбы, ни служебного романа. Просто ничего не было. Зато на молодого лейтенанта Ольга произвела сильное впечатление. Но она словно не замечала восторженных взглядов. Первый раз я ее увидел в 2006 году, когда пришел в орган внутренних дел по району Северного Медведкова. Она мне понравилась в первый раз. Я начал расспрашивать про нее, кто она, откуда, как ее зовут. Но боялся подойти. Владислав говорит, это была любовь с первого взгляда. Но признаться в своих чувствах молодой человек отважился только спустя много лет, когда следователь Попова перешла работать в другой отдел. Я не стал выпускать свой шанс. Я нашел ее телефон и приложил ей сходить в кинотеатр. Пришло СМС-сообщение, в котором он мне написал. Ольга Родионовна, можно ли вас пригласить в кино? И вот тогда меня очень удивила его настойчивость. Я думаю, какой настойчивый парень. Они встретились в кинотеатре и больше не расставались. В прошлом году подполковник Попова стала женой лейтенанта Попова. Фамилия у Ольги осталась прежней, но жизнь ее резко изменилась. Каждый день Владислав говорит супруге о своей любви. Не словами, а приятными мелочами. Он может приехать к жене на работу и привезти кофе с вкусными булочками. На вопрос, трудно ли жить под одной крышей с женщиной, старшей по званию, Владислав отвечает. Работает, что она подполковник, руководитель дома. Это, наоборот, другой человек. В выходные дни романтичный участковый продолжает удивлять любимую. Утром он отправился в магазин за продуктами, вернулся с букетом роз и пригласил жену на пикник. Одно из ценных семейных воспоминаний – предложение руки и сердца. В тот день они тоже ели роллы, и Ольга увидела коробочку с кольцом. Ну, я не могла, конечно, сказать нет, потому что, когда мы с ним стали общаться, я поняла, что это такой прекрасный человек, это моя защита, это моя опора. Мы вдвоем работаем в правоохранительных органах. Он знает мою работу, я знаю его работу. У нас нет никаких ссор, скандалов. Мы друг друга понимаем, что это работа, которая нам нравится, Влад, он меня всегда поддерживает, я поддерживаю его. И так получилось, что моя любимая работа подарила мне вот любимого мужа моего. В объятиях мужа Ольга чувствует себя хрупкой и беззащитной. Она до сих пор не может поверить в случившееся. Такая любовь может быть только в кино. Андрей Боровко тоже работает в полиции, в центральном аппарате МВД. В его жизни год назад также произошли большие перемены. 8 июля, в День семьи и верности, Андрей сделал предложение своей невесте Наталье. Она согласилась. Мы ходили на премьеру фильма. Он купил попкорн. Я кушала попкорн, кушала. И тут накушала целое колечко. У пары не бывает разногласий. Наталья за мужем полицейским, как за каменной стеной. Вместе с любимым она готова покорять горы и подниматься в небо. Когда Андрей учился управлять легкомоторным самолетом, Наталья сидела рядом. Если надо, я готова и собрать чемоданы, сухпайки, все собрать и с ним вместе на передовую. Сейчас семья ждет пополнения. Супруги приехали в магазин покупать детскую кроватку. Выбор большой. Наталье понравилась одна модель, Андрею другая. Но ссориться они не станут. Приобретут обе люльки. Глаза, конечно, разбежались, потому что много всего. Это первый раз. Но нам все равно нужно две. Поэтому мы остановились на люльках больше, кровать-колыбель. Поэтому в количестве двух штук. Наталья носит под сердцем двоих малышей. Свой первый визит на УЗИ она до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Когда меня смотрели, врач нас поздравлял, поздравлял. А потом такая, ой, мы замерли, Андрей говорит, что ой, а на папу подойдите сюда. Он подходит, и она подводит, и уже видно, что там двое. Для меня это был шок, конечно. Мы не готовились к такому, потому что один – это все-таки один. Оказывается, нас будет два. Мы очень рады были. Так что все было неожиданно. Услышать биение сердца ребенка очень волнительно. Узнать, что в тебе бьются два маленьких сердца – непередаваемое чувство. Когда к Наталье вернулся дар речи, она с испугом спросила у мужа, смогут ли они поставить на ноги сразу двоих. Андрей заверил любимую. В принципе, уверены, потому что работаем в госоргане. Стабильность есть. Я думаю, осилим. Да, мы прорвемся. Но на этом чудеса не закончились. Недавно супруги узнали, что у них будет королевская двойня. Мальчик и девочка. Софья и Михаил. Вот это вот с зайчиками для нашей Софьи. Вообще прелестно будет. Самое оно и розовенькое. Мама и дочка вроде как бы. И царапки есть. Все на месте. Смотри, а это вот для нашего Миши. С мишками. Прикольно. Да, слушай. Вот и комплектик подобрали. Но на этом Бравко решили не останавливаться. Семья состоящая из семи человек. Сначала мы воспитаем двоих. Если все... Я думаю, что все сложится хорошо. Вот мы продолжим. И счастливое число семь обретет. И нас будет семеро. Пока это только мечта. Но к своей цели Андрей и Наталья идут в два раза быстрее, чем планировали. Алексей Коноплев, Юлия Дмитриева, Арсений Ларехин, Дмитрий Трудников, Андрей Черненок, Петровка, 38.